Приветствую всех, кто настроился на волну канала ПС. И сегодня в центре нашего внимания уже даже не первый снег, а первые серьезные холода, которые пришли в поморскую столицу. А вместе с ними пришла необходимость проверить все системы жизнеобеспечения города, особенно системы электроснабжения. О их готовности к низким зимним температурам и не только поговорим с заместителем мэра Архангельска по вопросам городского хозяйства Святославом Чиненовым. Святослав Владимирович, добрый вечер. Итак, наступил осенне-зимний период и первые серьезные холода пришли в наш город. Они, скажем так, проверяют на прочность работу коммунальных служб. Важнейшей системой жизнеобеспечения, как мы уже отметили, является электроснабжение города. Что представляет собой вкратце вот эта система? Ну, система города Архангельска, с одной стороны, вроде бы и сложная, в то же время она и довольно-таки проста. Основной источник энергоснабжения, то есть теплоэлектроснабжения, является Архангельская ТЭЦ. Которая генерирует до 80% мощности в энергосистему города Архангельска. Кроме того, энергосистема устроена таким образом, что часть электрической энергии при дефиците электрической мощности может быть перенаправлена с города Северодвинска. Северодвинская ТЭЦ-2. Основная система электроснабжения, то есть так называемые сети, электрические сети, они находятся в собственности, эксплуатируются УАО, МРСК, Северо-Запада, Архэнерго. Это крупная компания, мощная, самодостаточная и она, в принципе, выполняет основной объем работы. Кроме этого, на территории города существует еще ряд коммерческих структур, которые также выполняют работы по обслуживанию и содержанию электрической сетей. Это организация АСЭП и Архангельские электрические сети, которые эксплуатируют, скажем так, внутриквартальные сети, магистральные сети города Архангельска. А поскольку сама инфраструктура города довольно сложна, там есть и островные территории, и окраинные территории, там также имеется присутствие вот этих вот организаций, которые выполняют работы по обеспечению электроснабжения наших потребителей. А вот как раз вы упомянули островные территории. Насколько вообще, скажем так, сложно обеспечивать островные территории сегодня электроэнергией? Или сложностей особых нет? Скажем так, сама поставка электрической энергии в отдаленной территории, она налажена и функционирует в нормальном режиме. Само состояние электрических сетей на островных территориях оставляет желать лучшего. То есть они эксплуатируются уже не первый год, на отдельных участках, значит, есть сети, которые уже более 30 лет. И эти территории, назовем так, удаленные, островные, и в период, например, лета, летнего периода или весенней распутицы, добраться до, скажем так, аварийных участков этим организациям очень сложно. И вот мы сейчас анализируем и смотрим, что очень много работ по повышению надежности проводится энергетиками вот именно в такую погоду. То есть, скажем так, зима делает дороги, то есть грунты замерзают, соответственно, уже энергетики могут попасть в те места, в те населенные, вернее, в те, скажем так, местности, куда летом им не пробраться. А сейчас вот по зимникам они спокойно доберутся и будут продолжать работать по повышению надежности. Мы считаем, что все-таки надежность энергосистемы города Архангельска, в том числе островных территорий, она отлажена. Действительно, именно от аварийных ситуаций никто не застрахован. То есть любой механизм, любая система, она время от времени, скажем так, срабатывает аварийная защита. Потому что необходимо на протяжении определенных периодов, скажем так, финансовые средства вкладывать. Не всегда это у энергетиков возможно. Понимаем, что вообще сама структура регулирования очень сложная, требует больших финансовых вложений. Но мы считаем, что большая энергетика, я всегда называл это большой энергетикой, они со своими задачами справляются. Вы уже упомянули организации, которые у нас отвечают за надежную работу электросетей. А как мэрия города поддерживает с ними, скажем так, контакт? Скажем так, мы находимся в постоянном контакте, в постоянном диалоге. Кроме того, у нас функционирует штаб по подготовке и прохождению осенне-зимних периодов. Непосредственно на этих совещаниях, на заседаниях этого штаба участвуют все энергетики. И МРСК Северо-Запада, и АСЭП. То есть мы приглашаем их на совещание, выслушиваем их проблемы, трудности. С нашей стороны тоже, скажем так, есть, к нашей, скажем так, работе есть определенные замечания. И мы в режиме прямого диалога эти все вопросы снимаем. Кроме того, мне бы хотелось отметить, что я уже неоднократно упоминал в различных интервью о том, что в городе Архангельске разработана комплексная программа развития города Архангельска до 2025 года. И одним из основных разделов это является, скажем так, развитие энергосистемы. То есть на основании нашей утвержденной программы, все инвест-программы этих организаций, они, скажем так, базируются на этом документе. То есть мы знаем, как будет развиваться город к 2025 году. Соответственно, мы знаем, какие мощности, допустим, жилья, коммерческого жилья, социального жилья, объектов промышленности планируется ввести в эксплуатацию. А любой объект должен быть обеспечен уже коммунальным ресурсом. Это равно как тепловая энергия, электрическая энергия. Это все спланировано. И на основании вот этих вот уже планов все энергетики, все ресурсники уже формируют свои инвест-программы. Потом эти программы проходят согласование и утверждение уже, скажем так, в соответствии с теми полномочиями, которые возложены законодателям. Электрические сети нуждаются в обновлении. Вы об этом уже сказали. И есть инвест-программы, которые могут помочь решить этот вопрос. Как мэрия относится, поддерживает ли она эти инвест-программы? Мэрия города Архангельска всегда, скажем так, приветствует и всегда поддерживает все планы энергетиков, которые направлены на развитие города Архангельска. Это наша приоритетная задача, поскольку, я уже повторюсь, без коммунального ресурса достичь каких-то показателей в социально-экономическом развитии города невозможно. Мы, естественно, опять же повторюсь, на основании нашего плана ПКР до 2025 года мы сформировали уже все необходимые мероприятия. Эти мероприятия сформированы в том числе и на основании рекомендаций и планов электросетевых, теплосетевых компаний. То есть все интересы здесь учтены. Что касается софинансирования со стороны муниципалитета, к сожалению, законодатель не предусмотрел и не наделил муниципальное образование полномочиями в части софинансирования. Мы можем, скажем так, только работать непосредственно в перечне мероприятий. А финансирование инвест-программ уже идет через госрегулирование и определение механизма реализации инвест-программы определены уже федеральным законодательством и законодательством области. Вы уже упомянули о том, что зима делает дороги, а летом порой сложно выполнить ряд работ, но тем не менее они проводились. И какой объем в целом был выполнен? Может быть, какие-то цифры, данные есть? Я официально могу сказать, что эти данные у нас отражены в статистике. При подготовке к предстоящему отопительному сезону ресурсоснабжающими организациями выполнен текущий капитальный ремонт в порядках 2658 километров сетей и 690 трансформаторных подстанций. Из них 38 подстанций отремонтированы капитально. В принципе, суммы довольно-таки колоссальные проходили. И эти показатели я сравнивал с показателями прошлого года. То есть они примерно на 10 на 15 процентов выше. То есть динамику мы все равно видим. Понятно, что со временем, с годами оборудование изнашивается. И здесь возникает необходимость у ресурсоснабжающих организаций больше финансовых средств вкладывать в обновление, скажем так, и в текущее содержание своего энергетического имущества. И мы видим, что они эти работы выполняют довольно-таки успешно. И по нашей оценке все-таки есть, конечно, в каких направлениях работать. Мы свои предложения направляем ресурсоснабжающим организациям. Я уверен, что они нас слышат. И мы совместными усилиями обеспечим надежность прохождения отопительного сезона. То есть я хочу повториться, что именно не безаварийность, это сложно, потому что любой механизм ломается, а именно надежность. И основная задача, которая ставится нами перед энергетиками, это обеспечение надежности функционирования систем, жизненное обеспечение. Если говорить о совместных усилиях, то, наверное, нужно сказать, что не так давно прошла внеплановая тренировка по действиям всех служб в условиях отключения электроэнергии. Как она прошла и насколько скоординированными, сплоченными были действия участников? Я хочу сказать, что в период, во-первых, подготовки к предстоящему отопительному сезону это была не единственная тренировка, которая была выведена на такой уровень. То есть согласно требованиям нормативно-правовых актов федерального уровня, регионального уровня, ресурсоснабжающие организации обязаны проводить эти тренировки с увеличением органов МЧС, муниципалитета, иных структур контрольно-надзорных. И условно показывать результаты своих действий. Эта тренировка, я скажу, что она нами запланирована не последняя, то есть мы еще будем тренироваться, эта тренировка группирует все эти навыки и весь этот опыт, которые наработали эти организации в течение летнего периода, в течение подготовки к зиме. Замысл этой тренировки, то есть, как обычно, самое основное, нет электроэнергии. Нет электроэнергии, соответственно, произошел остановка котельных. Котельные не работают, нет циркуляции теплоносителя в сети, соответственно, пошел, скажем так, резонанс на жилые дома. То есть в этой тренировке были задействованы и Архоблэнерго, которая эксплуатирует городские котельные, и организация АСЭП, которая занимается электростанабжением, и водоканал, который является поставщиком ресурсов по воде, и управляющей компанией вместе с главой округа, и его персоналом. То есть мы постарались максимально охватить, и цель этой тренировки была определить вообще слаженность всех этих структур, поскольку это в основном все коммерческие организации со своим штабом управления. То есть наша задача была проверить их централизацию, скорость, скажем так, и оперативное взаимодействие на предмет, быстрого развертывания сил и средств для минимизирования возможных последствий. Потому что условие у нас было, что температура окружающего воздуха ниже минус 20 градусов, то есть это довольно-таки холодно. По нашей оценке тренировка прошла на отлично. Своевременно была обеспечена поставка электрической энергии по резервным источникам, то есть котельные, как правило. Данная категория групп оборудования должна быть обеспечена либо иметь наличие резервного источника электроснабжения, то есть дизель-генератор, либо должен быть обеспечен второй ввод электроэнергии. То есть мы смотрели, где, как все работает, как включается, все под секундомер, то есть все проверено. И мы проводили тренировку не на бумаге, а именно непосредственно с запуском оборудования, с обходом теплотрасс, с обходом тепловых пунктов жилых домов, тепловых узлов. То есть была полностью проверена. То есть не документальная тренировка, как это обычно бывает, а именно тренировка на месте. И я повторю, что данные тренировки мы продолжим. А как часто они будут проходить? То есть будет какой-то график или по, скажем так... Скажем так, это не есть требование закона, где вот именно муниципальное образование должно само организовывать, объявлять и тренировать. Просто мы приняли такое решение. Поскольку все равно условия тяжелые, в которых готовится город к зиме, с каждым годом, скажем так, требования к подготовке и оборудованию, прохождению отопительного сезона, они ужесточаются. Санкции, которые за нарушение, также ужесточаются. И вот мэром города Архангельск, Критин-Клач Павленко, принял решение о внеплановой такой тренировке. То есть мы посовещались, утвердили, расформировали программу, утвердили и провели тренировку. Будет необходимость, мы будем хоть каждую неделю тренироваться, но самое главное, чтобы люди эти тренировки не отвлекали от выполнения их функциональных обязанностей. Главное, не навреди. Ведь любые действия, которые ты вводишь, основная задача, не навреди. То есть мы видим, что эта часть города у нас все справляется, и там надежность обеспечена. Анализируем те же аварийные ситуации. Будет необходимость еще раз провести, мы ее проведем. Вот мы сейчас провели, скажем так, в северной части города, вернее, в южной части города. Мы планируем теперь провести в северной части города. Но все секреты раскрывать не будут. То есть это тентонная тренировка. Ну, чтобы сохранить ее некую внеплановость. Да, 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 да. Ну, не секрет, что без развития систем электроснабжения невозможно освоение новых участков для строительства жилья. Что уже сделано в этом направлении, и что еще предстоит сделать? Какие задачи стоят? Ну, как я уже говорил, что основное для развития города, да, это обеспечение коммунальными ресурсами. То есть создание условий для этих организаций обеспечить, в нашем случае, актуальный вопрос застройщиков коммунальным ресурсом. Ну, с электроэнергией, с тепловой энергией здесь более-менее все понятно. То есть имеется тариф на техприсоединение, то есть застройщик приходит, заявляет, значит, ту мощность, которая ему необходима на объект, она рассчитывается и уже предъявляется, заключается для договора техприсоединения. Да, есть ситуации, когда нет возможности заключить тариф на техприсоединение по причине отсутствия технической возможности. Ну, и здесь законодатель предусмотрел возможность, то есть рассчитывается именно необходимый набор технических мероприятий, который бы позволил подключить данный объект, в данном случае, к системе электроснабжения. Рассчитывается индивидуальный тариф. Этот тариф направляется на рассмотрение и на согласование в Агентство по тарифам оценок правительства Архангельской области. Он проходит там экспертизу, утверждается, и, в принципе, застройщик и ресурсник получают условия договора, на которых они уже будут работать. Что бы мне хотелось отметить еще, ведь у нас на территории города Архангельска как такового дефицита мощности нет. То есть у нас город обеспечен электроэнергией. То есть приходишь в город, определенное количество, ну, я так простым языком объясняю, определенное количество электроэнергии, которые можно, в принципе, поставить любому потребителю. Здесь возникает вопрос в так называемых распределительных сетях, которые и распределительных подстанциях, которым подключаются жилые дома. Вот здесь уже необходимо, здесь есть сложности, в первую очередь сложности, наверное, у ресурсников, которые также ограничены, скажем так, в рамках инвестпрограмм финансовыми средствами. То есть если по плану необходимо разработать порядка, ну, вернее, освоить или построить там на 100-200 миллионов рублей, а фактически ему предусматривает только 20 или 30, соответственно, он уже ограничивает и сдерживает возможности развития коммунального строительства. То есть мы понимаем, что чем дороже тариф на техприсоединение, тем дороже стоимость квадратного метра. То есть, а чтобы снизить стоимость тарифа на техприсоединение, то здесь необходимо комплексное развитие коммунальных систем, ну, в том числе и электричества. То есть если есть самодостаточная инвестпрограмма, с этой инвестпрограммой справляется это предприятие, оно его выполняет, отчитывается перед регулятором, соответственно, значит, у нас проблем нет. Если объемы, которые необходимы для строительства, не предусматриваются в инвестпрограмме, потому что инвестпрограмма тоже, по большому счету, ограничена источниками финансирования. То есть если есть деньги, инвестпрограмма самодостаточна. Если денег нет, инвестпрограмма предусмотрена не в полном объеме. И, соответственно, на конце мы можем получить, скажем так, проблему, которая не позволит снизить конечный тариф для застройщика. Вот, ну, опять же, повторюсь, здесь полномочия муниципалитета, скажем так, ограничена, их нет практически. Это вопросы больше, наверное, к региональному правительству, к регулятору, точнее, да, то есть агентству по тарифам и ценам. Но я думаю, что здесь, по большому счету, особых проблем быть не должно, то есть при условии четкого взаимопонимания и четко сбалансированной тарифной политики все эти вопросы можно решать. Основная задача для города, чтобы стоимость квадратного метра была снижена и, по крайней мере, не росла за счет стоимости тарифов на тех присоединениях. Сятослав Владимирович, большое спасибо за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Надеюсь, грядущий сезон, грядущая зима пройдет без аварийно, но и все тренировки, которые будут запланированы, тоже пройдут на отлично, и все службы отработаны. Я хочу вас поблагодарить и пожелать всем энергетикам в преддверии предстоящего отопительного сезона поменьше аварийных ситуаций и чтобы вся система прошла с максимальным коэффициентом надежности. Спасибо. Сятослав Владимирович, большое спасибо еще раз за беседу. Напомню, что в студии программы «В центре внимания» был заместитель мэра Архангельска по вопросам городского хозяйства Святослав Чиненов. На этом наш эфир подошел к концу. Спасибо, что смотрите канал ПС. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...